пятерка G30 ждем когда дадут нам ее на тест-драйв обещали одному из первых не дать такой вот у нее салон комплектация luxury line космос это новая модель соответственно тут все самое новое самое последнее в привычном виде то есть вы будете знать где кнопки находятся но тем не менее да там будет новая начинка нбт последнего поколения старше чем 7 серии это конечно же стандартная на рф еще да но в пятерке она только появляется вот сейчас мы смотрим как она прекрасно выглядит но самое интересное вот смотрите нажимаем на кнопку здесь мы видим все наши панельки они полностью интуитивно настраиваются хотите что-то чтобы собрать допустим навигацию вы сможете медиа выжать удобно подвесили как вам удобно вот пожалуйста до переходим в обычный режим и все и меняем здесь пасен работает просто идеально навигацию можно вот вы оставили в таком виде да допустим вот такой вид поставили да вам такой удобный заходи назад вот такой ведь если уже можно не уходить ты можешь смотреть что у тебя по радио играет что у тебя в навигации более того эти иконки они в принципе регулируется что ты видишь на них они тоже регулируются соответственно мы находимся в 530 дизеле здесь 249 лошадей специально для россии понизили количество лошадей чтобы налог не был высоким и в принципе конечно здесь множество вот мы смотрим здесь заряд кондукционная да для iphone айфонов для айфонов ее нет но если вы чехол правильно купить это можно заряжать iphone ключ здесь смотрим ключ как от 7 серии то есть соответственно все опять все очень то что мы видели но в этой серии такого нет ни у кого есть парковка также с ключа у конкурентов естественно такого не существует по шумке очень важно здесь и крышу сделали по новой и много шумоизоляции чтобы мы были в принципе достаточно отстранены вот внешней среды хотя это непривычно для боем этой что-то мы будем обязательно слышать мы хотим чтобы вы знали что вы едете по дороге они где-то в космосе путешествовать вот внутри в двигателе даже какая-то специальная капсула действует чтобы это мы и меньше тратила топлива и еще к тому же их на лучшую шуму меньше было и по кстати сопротивлению воздуха до показательную 22 это самый низкий классе и самый низкий за какой ли который был боевой 5 серии это значит он топлива будет меньше кушать вот это все прям сочетание самого нового того что есть в принципе в мире и что можно поставить на автомобиль вайска карбоновый кузов здесь также как в семерке здесь нет карбонового кузова здесь больше работали со сплавами сплавами различных металлов это экспериментальная история с карбоном который была в семерке здесь не продолжилась вот но будем смотреть где карбон еще будет использоваться будем ждать конечно им 5 конечно в конце года она должна уже выйти мы знаем чтобы с ней больше 600 сил она меньше четырех до сотни едет понятно что там будет полный привод и возможно даже отключаемый ну принципе все говорят что он отключаемый но даже не сказал что он отключаем вода ездил он отключаю на но по факту будет смотреть все очень ждут ту модель мы естественно тоже уже сейчас на рынке есть м 550 можно заказывать от 5 миллионов посмотрим как она едет она с полным приводом впервые 500 50 с полным приводом потом позже появится м 550 дизель 381 лошадь самый мощный дизель в мире который м 550 будет называться видимо там кита новшества от м все-таки будут присутствует то что раньше было просто 550 а теперь будет м 550 то есть она будет с перцем от бмв м наших ребят за базе кстати ну про базу надо сказать до 520 дизель без полного привода впервые появляется 20 дизель с полным приводом 2900 летом появится 525 это в принципе вот так вот постепенно модельный ряд полностью построиться до в россии слушай вас объяснил вот много споров идут вот допустим просим семерку все говорят это м7 когда горит это не м7 потом м 550 это просто м пакет 550 или есть у нас короче или у вас есть 550 есть м 550 если так то есть мы как движется есть бмв бмв да это просто это спортивный автомобиль на для гражданского используем и вот он он спортивный по идеологии есть бмв м это прям спорт спорт который ты берешь автомобиль и он у тебя на трек выехал и дал жару и она очень он не будет у тебя ломаться давайте коробка не будет перегреваться он будет ездить мы знаем по нюрбургингу там ездим мы ездят некоторые конкуренты но более старших моделей других уже классов люксовых автомобилей и посередине то есть вот этот промежуток между бмв и бмв м это бмв м перфоманс автомобили именно они в них где-то 25-30 процентов детали от бмв м вот мы знаем да что бмв м в автомобиле они там на 100 процентов отличаются вот дальше есть еще небольшой шаг назад ближе к бмв это бмв перфоманс партс то есть когда ты свой автомобиль уже простой бмв да с м м пакетом допустим его может сделать немного более спортивного укомплектовывать такой фишки нет ни у кого насколько мне известно из бренда то есть вот именно такой тюнинг как для м2 да допустим его никто не предлагает вот поэтому это не м м760 это не м это бмв м перфоманс автомобиль то есть она не м7 она просто м 760 м 760 лайда и в ней есть перец от бмв м а м 7 будет получается или не будет все надеются что будет мы тоже ждем что он будет но пока что в принципе информации даже внутри никакой не проходила там будет она или вас самое что интересно если взять м 760 или по разгону даже если она немка она быстрее всех своих конкурентов на сегодняшний день только ауди а8 с плюс кажется с 8 плюс вот она еще что в этом промежутке альпина при 608 силах на сланча 36 гуляет 3 7 хотя заявлены изначально там красота тоже для 7 3 8 а м 760 имеет там в 12 она тоже гуляет там 37 36 то есть м7 будет сколько за этим намного споров в качестве тюнинга там уже крылья будут поставляться просто думал можно то есть просто им все но не захотели мне это не это не м7 есть разговоры естественно внутри компании о том что нужна такая модель не нужно естественно считается бизнес кейс насколько где она пойдет вот я надеюсь что ну такое расширение сейчас модельного ряда мы видим прям заметно в принципе на рынке значит есть клиенты и я надеюсь что эта модель появится но м760 это не чисто м автомобиль хотя и разгоняется управляется как настоящий бмв ну да она там очень круто едет характеристикам очень в принципе если посмотреть на эту серию данной на семерке да то есть же важная такая часть это бронированная автомобиля вот в новой версии их еще нет но известно что на броне это самая популярная броня в мире потому что люди которые профессионально себя защищают кому нужна такая такая автомобиль самая главная маневренность ни один из конкурентов такую маневренность не может предложить поэтому чаще всего это x5 и семерки потому что они рулятся офигенно с этой с этим весом на любой скорости и разгоняются быстро и рулится офигенно это очень важно и в принципе бмв мы знаем да ну на прямой а потом мы поворачиваем ну в принципе все конкуренты остались зале у нас наш главный конек это двигатель управляемость и двигатель который эластичный на всех на всем диапазоне оборотов то есть он предсказуемый позволяет точно дозировать необходимую необходимое количество так пойдем снаружи может посмотрим давай скажешь снаружи вот мы вышли из машины ну что про дизайн стол что добавишь ну что мы дизайны всегда сложно объяснять потому что только дизайнеры умеют хорошо рассказывать вот эти все линии и нюансы и новости и так далее в принципе что видно сразу довели пары до решетки радиатора заметные изменения сразу тот узнает бмв сразу заметил что это новый бмв м5 я сейчас обкатываю не м5 мы так договорились про это когда едешь люди замечают то есть я обкатываю автомобиль принципе заметно сразу видят что это новый автомобиль новый решетки радиаторов которые также отъезжают если это необходимо ирпер там то есть соответственно воздух попадает сюда здесь есть дырка выходит и обходит пару это специально чтобы меньше было воздушных потопов внутри внутри колесом который пытается убрать что он более прижимистый был меньше всяких волнений под колесом так спокойнее вот соответственно новые фары мы видим да и поворотники добавили форма новая абсолютно россия зеркала что тоже красиво соответственно линии добавили более профильный контур контур он более такой мощный мускулистый автомобиль вот я сам не мускулистый автомобиль мускулистый ладно ты скромный просто здесь кнопку если раньше была комфортного доступа она где-то здесь то есть отдельно надо было нажимать то теперь вот берешь рукой и она чувствуется прикосновение да и открывается но смотрим сзади здесь у нас спортсмен ездит какой-то вот я полностью назад отъехал поэтому пресс места сзади много идет в комплекте к сорта до оснащения данные данную поставим в этом комплекте в этом автомобиле вот ботинки кстати тут тоже в комплекте ботинки двое ботинки из хорошей для спорта подготовиться есть можно и по классике кстати вот эта линия следовательно комплектации так понял на удачу лапшери лайна желание посмотрим если комфортно сколько у нас тут место место здесь много завес на красивые сиденья так ну ничего что если я спортивную куртку немножко передвину давай с курточку мы уберем хорошо тоже тоже можем убрать так ваще твой рост я насколько помню 2 метра 74 сантиметра и я всегда есть проблемы с этим запахи тоже есть то есть ионизация салоны есть и запах можно поставить так вот насилия силы сели включается выключается эта вся история кнопочки известно дальше управляется системой похожий на то что есть у водителя впереди на очень понятное ну как обычно самый быстрый кстати тоже тач здесь он не тач он не тач почему их не делают дальше не могу ответить еще конечно надеюсь что появится тач но фактически в семерке это объясняется тем что обычно далеко находится сидений тебе все равно пальцем ты не будешь по нему двигать а эта система она понятна и удобно на интуитивно понятно как все ай драйвы вот увидит человек 2 метра 74 сантиметра легко ослаживающие место место здесь много здесь то есть любой метр восемь он спокойно здесь по сядет и будет себя чувствовать абсолютно как любой вася может нормально так здесь у нас бен голлсон одели что у нас здесь новую миссию а варус вилкинс варшем вилкинс да самим у нас вот есть карбон кордон есть классические системы дать поскольку давай давай сначала проза посмотрим так у нас абсолютно новые фары но в стиле бмв так понял сохранилась вела в разные обязательно делаю история сохранилась и она должна сказать здесь кстати патрубки теперь они будут и будет всегда 2 0 нельзя даже на 500 двадцатом дизеле тоже будет 2 почему потому что еще раз говорю это спортивный по-любому под смену нас багажник здоровый я из честно на колесе большую багажник искали багажник по мне вот я на семерке езжу до багажник очень похож потому что я когда положил коляску детскую один в один прям ровно ты кладешь одно всю длину 1 в 1 то есть мне кажется что багажники ничем не отличаются здесь в принципе дофига можно делов сделать с этим багажником да здесь можно да ты ногой даже закрыл сейчас ну и удобно грязненькие бывают не надо вот сюда сувать руки вот эти линии конечно интересные изгиб хохмана это нас изгиб хохмастера на наш родной почерк линию я на такая взбитая получилось мощный спортивный даже вашей лайк мы видим что такое вася теперь скажи когда люди и смогут увидеть уже на дорогах на дорогах появится первая продажа в начале марта в конце февраля сейчас уже можно делать заказы то есть прайс-лист мы отправили нашим дилером поэтому принципе прайс-лист есть какие-то машины уже начинают возиться часть машин наших ушла на тренинг на который приходит приезжают раз дилеры продавцы так и сервисники чтобы понять как работать с новыми технологиями с этим автомобилем так что принципе к моменту старта продаж мы будем полностью готовы ну супер так вас теперь всех 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 фанов бмв волнует когда будет м5 когда мы ждем все надеются что еще раньше тем лучше но лучше чтобы она была правда готовая поэтому нам буквально пару недель назад глава бмвм в анмире он сказал что автомобиль будет концу года это понятие растяжимое то есть наверно в конце года его представить надо понять да представить то в конце года появится на рынке уже в следующем либо либо все таки мы успеем увидеть первые экземпляры скорее всего они наверно на следующий год его оставят чтобы он не был годовалым в конце года презентовать ну кстати на это никто не обращает внимание если стоит производство поставить то поставим все надежду на нее возлагают так еще вас может ты знаешь лучше я думаю ты должен знать что со спорткаром бмв будет что-нибудь со спорткаром по крайней мысли такие есть компании честно вот они есть и постоянно слышны разговоры бмвм и с инженерами и с маркетологами ты слышишь разговоры что нужен нужен автомобиль посмотрим появится он в итоге или нет и что это будет потому что слухи ходят вокруг восьмых серий м1 там ну и так далее так далее будем смотреть наш главный конкурент mercedes ну будем говорить действительно главный конкурент поставил новый рекорд на нюрнберг ринге на своей доведенной версии gtr это gts который только арвесе проехал 710 это очень круто это быстрее многие спорткаров но мы всегда знали что бмв была лучшая рулежки и трек это ее родная стихия поэтому и третью и пятую мерседес еще не обогнал и в 760 тоже не обгонит фанаты мерседес апеллирует тем что 710 никто из нас не побил 810 понимаешь если сравнивать надо яблоки с яблоками сравнивать они яблоки с бананами или с гнилыми бананами знаешь какая ситуация это мы с тобой понимаем для фанов это дальше не имеет значения есть мерседес который 710 где бмв которые эти 710 вот и все неужели мы не можем создать создать министерство может вопрос не в инженерии а вопрос в бизнес кейсе да мерседес выпускает в том числе и автобусы и какие-то еще такие вещи на которых автобусы и хорош фанту драйв не получаешь никакой понимаешь там фанту сид вот и поэтому у нас нас там нету поэтому бизнес кейс для них может строиться на других каких-то историях вот у нас офигительные трушные настоящие автомобили начиная с первой серии по седьмую и это очень сложно делать очень сложно делать настоящий трушный автомобиль который ты действительно выехал на трек и дал жару ни один раз там на нюрнбургинге случайно у тебя коробка не перегрелась на ты приехал и дал жару и ты никогда не перегревается потому что это бэхо и бэхо умеет еще делать настоящий трушные тачки вот это очень сложно делать в нормальных сериях можно сделать одну ракету 200 штук продать и извините да делай ракету из пятерки сделай 520 такую которую массовый автомобиль дается его на не чаще здесь но чтоб ты получал кайф на характер от управления с каждого каждому соприкосновение с автомобилем мы это можем еще делать мостедес это действительно интересный конкурент потому что у них есть своя философия мне это хорошо что он есть потому что если его не было не было в стимуляции ауди сейчас тоже версии версии rs6 неплохие но по рулежке точно нет восьмую мы с тобой вместе я думаю снимем потом хороший обзор как ты говорит я не могу я могу технически как я видишь я тоже я могу передать эмоции думаю техническими сложениями готовиться технически у нас есть технические эксперты которые прям реально могут каждую детальку рассказать оденем хорошие тапки сюда ну мы мне по-любому не на ней будем мы будем на м 550 а там я думаю все да давай кстати дизеля бы его лучшие я считаю 3 конкурентов хорошие более того тут видно тут достаточно все тихо будет внутри не слышно что это дизель работает а тут конечно вот пожалуйста этот дизель настоящий он должен греметь ахахаха знаю что видит а даже знать на чем мы едем а то заправим еще непонятно как и что ДТ 93-й пришел вася спасибо тебе огромное за консультацию за вот этот такой знаешь ознакомитель раз открылось надо больше воздуха ознакомительный такой релиз ну мы тогда ждем ждем возможно они покататься там вы сейчас их готовим к этому и через пару месяцев там полтора месяца мы уже сможем на ней прокатиться все ну что то всем скажешь на прощай всем привет болейте за нас за бмв так что все вася